Добрый вечер. Вообще, взрослым несвойственно верить в сказки. Они, конечно, любят читать их детям на ночь, но при этом сами как-то абстрагируются и понимают, что, в общем, не про то и не про это. Хорошо, когда ребенок после прочтения сказки не в ужасе рыдает до утра, ну, если это не сказки братьев грим, конечно, а тихо и спокойно заснул, можно пойти заняться какой-то взрослой жизнью, но так выясняется, что некоторые люди, даже до достаточно приличного возраста, тем не менее в сказки верят. И верят они даже, находясь на вершине нашей отечественной власти, будучи депутатами Государственной Думы. И вот один такой очень доверчивый человек, недавно совершенно обозначился, его фамилия Мурга, это депутат от Единой России. Я никогда не слышал о существовании этого депутата, но вот судя по тому, как именно он обозначился в информационном пространстве, довольно позитивный персонаж, и в том числе позитивный, в первую очередь, потому что он искренне поверил. Он поверил в то, что у нас действительно кто-то собирается бороться за безопасность дорожного движения и как-то сокращать количество недозволенных трупов в ДТП, переводя их все-таки в полное соответствие с дозволенным количеством. Он поверил в это, он послушал Путин, он послушал Медведева, он посмотрел, что творится в Государственной Думе на заседаниях, а практически каждый день обязательно водитель поразглашается врагом, подлежащим наказанию самому суровому, снисхождение ни в коем случае. И вот здесь, оказавшись в этом серьезном информационном поле, осознав, какое чудовищное совершенно давление адресное идет только на создание отдельной социальной категории людей под названием автовладельцы, той самой категории, которая выведена из-под действия Конституции, поражена в гражданских правах и в основных своих правах, он увидел момент неравенства и предложил в 268 статью Уголовного кодекса поправки, направленные на неадекватное поведение пешеходов на дороге. Он разработал законопроект. Он, конечно, не охватил абсолютно всего спектра событий, происходящих на дороге между пешеходами и автомобилистами, Но основной рефрен поправок депутата Мурги в том, что пешеход, по большому счету, должен наравне с водителем нести ответственность. Тем более, что у нас в нормативно-правовой базе очень многие статьи прописаны таким универсальным образом, что, в принципе, и вашим, и нашим, и под часть из них можно нормально подверстать и пешехода, Но нигде нет нормальной, полноценной, серьезной ответственности этого человека за свои неадекватные действия в случае, если он не то, чтобы прыгнул под колеса, погиб там, или своими неадекватными действиями привел к каким-то катастрофическим последствиям и серьезному, например, тяжкому вреду здоровья, а вот в случае, если его действия создавали угрозу. И эта угроза Мургой была осознана, а правительство, куда он подал челобитную, нет. Правительство не поняло, о чем. Или наоборот, все прекрасно понимает, и поэтому дало отрицательный отзыв. Сейчас несколько слов о том, что же, на мой взгляд, подразумевал депутат Мурга. Вы знаете, что есть бизнес под названием «Подставляла». «Подставляла» раньше у нас сидели всегда за рулем, и до введения ОСАГО пытались с кого-то состричь небольшое количество денег. А теперь появилась категория «Подставлял пешеходов, которые бросаются под автомобиль». Кто-то бросается на капот, кто-то бьется об дверь, кто-то кидает бутылку в дверь и имитирует распростертое тело. И вот именно эти действия квалифицируются как создание угрозы со стороны пешехода. И вот именно эти действия, в соответствии с законопроектом Мурги, по 268 статье Уголовного кодекса, он предлагал тоже наказывать. Потому что, в принципе, против подобных провокаций и попыток водитель абсолютно беззащитен. У нас уголовно-правовая система построена таким образом еще со времен даже начала Советского Союза, то есть не позднего Средневековья, а раннего людоедского Средневековья советской власти, что пешеход всегда прав. Понятно, почему это появилось у нас. Автомобиль — это признак буржуя. Вспомните карикатуры Кукры Никса, вспомните плакаты, вспомните, в принципе, чем был насыщен журнал «Крокодил». Буржуй обязательно изображался в цилиндре, толстый, с брюхом таким чудовищным, и на автомобиле. Наши люди, как мы знаем, благодаря Гайдаю, в булочную на такси не ездят. Поэтому любой, кто ездит за рулем, это, скорее всего, буржуй, за исключением того человека, который рубится на пятилетку, он за рулем грузовика, он в кирзе. Вот те, кто сел за руль, это все-таки буржуи. Это чуждый элемент. Мы еще в 80-е годы, согласно генплану развития города Москвы, развивали дворы и дворовые проезды в расчете на то, что там нету личного транспорта. Там будут максимум подъезжать, отъезжать какие-нибудь машины, привозящие продукты в соседний магазин. И поэтому перестройка и автомобилизация застала генплан врасплох. Все люди должны ездить в автобусе, в троллейбусе, в трамвае, в метро. Все, других вариантов нет. Поэтому водитель-буржуй так повелось давно. Это закреплено в уголовном кодексе, и это неравенство ответственности между пешеходом и водителем. Оно тоже, в том числе, закреплено в уголовном кодексе. А чтобы водители, что называется, не рыпались, провозглашено, что автомобиль — это средство повышенной опасности. Ну, судя по тому, как ездят у нас люди в погонах, это действительно средство повышенной опасности. Но судя по тому, как ездят у нас простые смертные, опасность гораздо меньше, чем меньше звезд на погонах или при их полном отсутствии. И здесь, скорее, все-таки не к автомобилю претензия. Депутат Мурга решил, если человек создает угрозу, угрозу безопасности движения, угрозу здоровью, угрозу жизни, угрозу имущества, то это тоже деяние, которое должно найти отражение в уголовном кодексе. И, кстати, косвенно это означает, что вопрос с подставлялой должен решаться в таком случае в суде, потому что это уголовный кодекс, и он подразумевает уже следствие. В административном кодексе он подразумевает всего-навсего разборку. Она называется административное производство. И если дело не доходит непосредственно до рассмотрения властью, то изначально вопрос сводится к деньгам. И даже в случае, если удастся поймать милиционера, заставить его как-то принять в этом участие, удастся освидетельствовать человека, который бросился вам под колеса. При всем при том, по максимуму, это юридикция административного кодекса. И депутат Мурга, поверивший в сказки, наслушавшийся заседаний Государственной Думы, поверил, что нужно действительно что-то делать на дороге, как-то в том числе обезопасить пешеходов, которые являются в 40% случаев виновниками ДТП, и в 12% из них они погибают. И чтобы это положение дел исправить, он понял, что наказывают нужные не только водители, поскольку у них мера ответственности прописана, наказывают нужные пешеходов, благо ведут они себя тоже по-свински, иногда подскоски, иногда просто подло. Вершина этой подлости является подставляла. Челобитная была подана в правительство, правительство почитало и сказало, не, ну, во-первых, челобитную подают не так. Вы там не все написали, мы что, рассматривать, что ли, будем? Во-вторых, требуется в этом законопроекте дополнительное обоснование. И, в-третьих, это самое главное. В административном кодексе все есть. В административном кодексе есть несколько статей, полностью исчерпывающих всю данность коллизии. Например, статья 12.24. Ну, есть она. Там написано, что если ты в чем-то виноват, ну, например, ты своими действиями невольно помог другим людям утратить часть своего здоровья. В легкой, либо в средней степени тяжести. Тогда у тебя отбирают права. Вот ты пешеход, вот ты бросился под колеса, вот у тебя за это отберут права. Если тот, кто резко тормозил, в том числе и об тебя, разбил нос, обруль, тогда у тебя отберут права. Правительство, депутаты именно это ответило. Достаточно статьи 12.24 для того, чтобы наказать за плохое поведение пешехода, бросившегося вам под колеса. У него отберут права, которых у него, естественно, никогда не было. По крайней мере, при нем не обнаружено. Есть еще статья 12.30, где установлена ответственность пешеходам, ну, или иным участникам дорожного движения, где нет непосредственно угрозы, когда кто-то утратил здоровье, а есть создание помехи. Вот именно это и содержит состав правонарушения, который мы с вами условно называем подстава. Вот за эту подставу в административном кодексе штраф 300 рублей. Достаточно. И поэтому единственное, чем, ну, в случае, конечно, если по тебе не проедется грузовик, единственное, чем подставлял и рискует, это штраф вам в 300 рублей. А накануне у него стоит что? А накануне у него, если не считать, что он свою жизнь пытается выменить на деньги, стоят большие доходы, потому что за распростертое тело пешехода водитель, как правило, особенно в состоянии испуга, готов много заплатить. Гораздо больше, чем за похороны. Похороны у нас стоят порядка 50 тысяч рублей. Здесь иногда бывает дороже. Депутат Мурга предложил, чтобы и вот за попытку броситься под колеса тоже было не 300 рублей, а уголовная статья, а правительство ответило, что достаточно административной ответственности. Во-вторых, это создает конфликт между уголовным кодексом и административным кодексом. И тут же поддакнули менты, они же полицаи. Они сказали, что зачем нам этот конфликт двух кодексов? Нас полностью устраивает данное положение вещей. И все вместе они отметили, что если мы собираемся что-то менять в этом кодексе, в уголовном, в 268-й статье, значит, нам нужно будет и в других тоже поменять. Это же сколько работы! Это же нам нужно будет все отложить и взять в УПК 150-ю статью. И еще 151-ю их тоже переписывать. Не, слушайте, столько работы. Депутат, ты что? В чем дело? Конечно, вопрос гораздо проще. Никто не собирался всерьез заниматься вопросами безопасности. Не про это спич. Водитель признан у нас виноватым. Водитель у нас несет ответственность за все материальные промахи правительства. И поэтому зачем нужен пешеход? Его ловить, шарить у него по карманам, идентифицировать. Водитель заплатит. Новости. Телефон целого экипажа 6510996. Код города Москвы, знаете. Давайте общаться. Алексей, здравствуйте. Самое автомобильное, самое популярное имя у нас в программе, это Алексей. Да, спасибо, Сергей. Очень приятно вас, рад слышать. Я тоже. По теме, наверное, сказать даже ничего не могу. Не знал, что все так плохо с подставами. Понятно, что даже просто регистратором не обойдешься. Видеорегистратор – это наша последняя надежда. Мы можем на какую-то справедливость рассчитывать только после того, как у нас с вами есть видеорегистратор. Потому что вы же помните, когда машина Лукоила таранила Ситроен Александриной, то все восемь видеокамер ослепли на Ленинском проспекте. И что выручает? Вот только в соседней машине видеорегистратор, в своей машине видеорегистратор – все. Суд у нас независим. Ну вот, видимо, сегодня пойду уже вечером покупать. Купите. Причем, знаете что? Самое смешное, что можете его поставить даже не на лобовое стекло, а поставить его на стойку с тем, чтобы он брал у вас по сектору обзора часть бокового. Чтобы было видно, например, что происходит там. Потому что не всегда сценарий разворачивается строго по ходу автомобиля. Очень много аварий и неприятностей происходит из-за того, что кто-то метнулся из правого ряда в левый, из лево в правый. И вот начало этого движения, которое вы не увидите, видеорегистратор вполне отследит. Это очень сложно в установке. Это реально сложно в установке. Тем более, там нужно смотреть, какой угол они берут, и какая разрешающая способность. И вообще, видеорегистратор должен быть тот, который позволяет видеть ночью при плохом освещении. Потому что номер машины или лицо человека, днем-то все увидят. Днем даже сотовый телефон нормально снимает. А вот ночью, вот это проблема. Хотя самые одиозные люди ставят по два, по три видеорегистратора. Ну, это уже совсем на любителя. На этом на любителя, да. Скажите, а вот такой совет хочу спросить. Нам планируется прибавление в семействе. Будет трое детей. Замечательно. Поэтому смотрю на машину с тремя, чтобы получались три детских сиденья на втором сиденье. Мы смотрели, в принципе, на Тигуан, на котором мы ездим, но, видимо, маловато. В общем, смотрим еще на Туран, может быть, на что-нибудь еще такое, не знаю, там, Мандео, пикап, если не пикап, а это универсал. Что скажете вообще? Алексей, у вас вот остальные дети в каком возрасте? Остальное один пока семь, и будут двое младенцев. Семь лет? Да. О, то есть старшему повезло, у него будут сразу две игрушки. О, если с ума не сойдет. Ну, нет, с ума сойдет мама, потом папа. А он будет иметь детство, тяжко отравленное педагогикой в семилетнем возрасте. Но со временем это ведь цементирует семью, как мы с вами знаем. Да, наверное. И получается, что у вас семилетний будет сидеть посредине и крутиться между двумя своими любимыми младшими. Соска, памперс, водичка потерялась, поднял туда-сюда. То есть здесь нужна некая свобода маневра, но не нужно очень большой ширины, потому что семилетний он не крупный. И, в принципе, вы ведь идете вот по пути практически машин универсальных, но назвали Мондео, а С-Макс, который не С, а С-Макс Форд, вы смотрели? Ну, я смотрел у него. Ну, в принципе, я, конечно, хотел бы что-нибудь похожее на Тигуан, но понятно, что мы туда не влезем. С-Макс, да, наверное, стоит смотреть. Потому что, в принципе, ваш путь – это, ну, все, вы уже теперь вот тот самый легкий на подъем Алексей, который так шикарно летал на кроссовере. Вот этот период уже закончился. Теперь вы солидный, достойный автобусовладелец, поскольку у вас большая семья. И хотя вот такое количество детей совершенно замечательно помещается вместе с Ротвейлером в Матисе, проверял, замечательно помещаются. Но три сиденья сзади, полноценных три сиденья – это уже все-таки привилегия минивена. Даже у очень многих седанов и универсалов, и у Тигуана универсала, и у Мондео универсала, они все-таки на двоих. И ваш семилетний посредине окажется в ситуации, в которой кресло практически не держится. Оно будет мотаться туда-сюда, тем более вы сейчас его на бустер уже пересадите. Бустер, он вообще сам по себе живет. И вам нужна нормальная ровная площадка. И это минивены. Это Мазда 5, это Ford S-Max, это может быть Шаран фольксвагеновский. Либо вы уходите в диапазон ценностей европейских. Ведь в Европе там есть Мерседес, Виана. У него целых два трехрядных сиденья. Либо, например, Hyundai H1, он же Grand Starex. Но эта категория скорее газели. Это не всегда здорово. Но ищите именно по минивенам. Но только так. Возьмите кресло и возьмите бустер. Потому что, да. Потому что, как вы покупаете машину, у вас в ближайшие годы 3, 4, 5. Голова этого вопроса не должна касаться. У вас будут расти дети. У вас будут возникать новые проблемы радостные, новые хлопоты, еще более радостные. Вам будет не до этого. Поэтому вот так чисто умозрительно взять, а потом мучиться. Либо смотрите сразу на Суперб. На Шкоду Суперб. Потому что, когда дети подрастут, а средний тем более подрастет, чтобы они ногами не массировали почки папе с мамой, вот этот запас по пространству для ног, у вас тем более детские кресла, они будут ребенка вынуждать сидеть. Ноги не вниз, а ноги вперед. И если там мало места, то вот это ноги вперед, особенно зимой, ну, будет для вас всегда большой проблемой. Места должно быть много. То есть по минивенам, Алексей. Ну, понятно. Значит, вы погасили мою радость. Будем искать минивен. Алексей, через какое-то время, ну, когда чуть-чуть пройдет несколько лет, вы специально для себя и для жены купите такую вот стрелялку выходного дня, когда дети хорошо заняты, ну, например, в Суворовском училище. А папа с мамой свалили на пару дней, на уикенд, на чем-то таком, когда не должен с собой рюкзак за плечами везти, когда можно только с ней вспомнить. А помнишь, когда у нас все было легко и просто? То есть без этого счастья. Да, хорошо, спасибо. Алексей, вы молодец. Трое детей, это блистательно. Сергей, здравствуйте. Добрый день, Сергей. Опять рад вас слышать и звонился к вам. Вот промелькнула новость, что у нас информационная система, госуслуги, которые, гаи.ру там и так далее, они заметили сам, что платил, так сказать, штраф, а там все еще висит объявление. Да, и вот тут, по-моему, правительство у нас собралось в пятидневный срок дать ответы, разобраться, почему наши банки не передают сведения в информационную единую систему. Сергей, а ведь нас с вами, по большому счету, это не касается. У нас с вами должна быть старая советская привычка, оставшаяся еще от той власти. Квитанция, справка, бумажка, подтверждение. Нам с вами какая разница, что у них не коннектится? У них всю жизнь так. Сергей, я это, конечно, понимаю. Квитанции все лежат в машине. Но вот когда ты уезжаешь за рубеж, например, вылетаешь, то тебе не верят квитанции. Если у тебя дело производства уже проведено, то оно автоматически не снимается, когда ты квитанции покажешь. Оно снимается через неделю, а это уже испорченный отдых. Да, есть такой момент. А, кстати, очень многие у них наши подвиги финансовые во славу государства. То есть оплатил когда, они висят не то что неделю, они висят гораздо больший срок. И недоимок другого рода тоже содержится много. И это все, все это нас преследует. Но у меня недавно был с приятелем из Белоруссии более достойный эпизод. Он из Белоруссии, будучи белорусом, летел за границу. Его не выпустили, потому что достали бумажку. «О, знаете, вы по линии КГБ, к сожалению, лишены права выезда». Человек схватился за сердце, за сухари, за валидол. И на ватных ногах поплелся в КГБ. Пришел и сказал, ну вот я такое слышал. Мне сказали, сейчас, минуточку, посидите. Нет, знаете, нет, это не КГБ, это не мы. Это МВД, вы идите туда. Ну, он более-менее воспрял духом. Часть сухарей уже съел на нервной почве. Пришел в милицию. Говорит, что тут, где тут? Говорит, ну, значит, это не к нам, вы вон туда. Ходил, ходил, ходил. В итоге все очень просто. Он нашел того человека, который внес его в базу, запретив вылет за границу. И тот человек, капитан он был. Он сказал, а, так вы же у нас свидетелем идете по краже велосипеда у соседа. Он был счастлив. Потому что ему уже 8 лет в лагерей мерещилось. Ну, понятно. Но бывают такие же подлянки, когда друзья там или очень близкие, ну, там, близкие, неблизкие люди по, так сказать, по знакомству в ГАИ вносят свою машину, допустим, в угон. Могут. Вот, и тогда по полной программе. Да. Получается. А меня один раз... Простите, что перебиваю, Сергей. Меня какое-то количество лет тому назад пытались пристрелить за угон собственной машины. Я ехал по городу зимой. На меня набросился наряд милиционеров с пистолетами. Причем я, на всякий случай, открыл только окошко, а не дверь. И вот эта толпа милиционеров, они так на меня набросились. Я сижу в машине, так все со стволами подбегают, так... А! И замерли. И ждут мои реакции, что я буду там отстреливаться, гранату кину, еще что-то. А я спокойно на них сижу и смотрю. Один из них кричит там другому. Ключи! Тот, в соответствии, замка зажигания, протянувшись через пол салона, выдергивает ключи. И они стоят, ждут мои реакции. Реакции нету. Они так удивленно, поводя стволами, а ствол у меня упирается в висок. Они так... Все остальные стволы немножечко убрали. Говорят, документы! Я достаю документы, даю им. Они по рации передают и говорят, а у него документы с собой. Он говорит, на пикет! Он говорит, быстро на пикет! Ну, я все-таки преступник, меня же нужно пристрелить, поэтому не то, что не могли бы вы проехать. А нам, быстро на пикет! Мы едем на какой-то пикет, это километра два. Выйти из машины! Я выхожу из машины, захожу в конуру. В конуре сидит еще человек пять взмыленных, у них там звезды сияют и глаза горят. Ночь на дворе. Он говорит, документы где? Я говорю, вон у этого вашего майора. Они смотрят. Пауза. Глаза меркнут. Звезды гаснут. Они возвращают мне права. Я говорю, давай свободны. Я говорю, ну, а теперь расскажите, что было. Они помолчали и сказали... Внес в базу. Все проще. Они сказали, буквы не совпали. То есть марка машины, цвет машины и три цифры номера совпали. А буквы и код региона не совпал. Поэтому меня все-таки решили не пристрелить, а дотащить до пикета. Понятно. Было очень приятно. Так что, Алексей, наша система... Нет, это Сергей. Да, Сергей, простите. Сергей, значит, наша система, она удивлять нас будет всегда. Но если по какой-то причине мы остались живы, мы должны очень дорожить. Будем готовы. Конечно. Маленький вопросик. Митсубиши, Паджеро, Пенин. Маленький на рыбалку. Трехдверный или пятидверный? Нужно, чтобы блокировки у него есть. Или это заднеприводный с передним приводом включается. Или все-таки как на Ниве, как на УАЗике. Я вот это вот не знаю. У него трансмиссионная схема аналогична большому Паджеро. И иногда на некоторых комплектациях даже случается блокировка заднего дифференциала. Но если вы хотите на чем-то маленьком доехать и не поломаться как личная жизнь, тогда купите себе то же самое под названием Сузуки Джимни. У Сузуки Джимни с блокировкой межосевого дифференциала очень достойная проходимость. А он новый, из салона. И это здорово. Перерыв на новости. Мы продолжаем общение. 65 10 9 9 и 6. Звоните потихоньку. Давайте попробуем выяснить, какие у нас с вами проблемы. Кроме пробок восьмибальных. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Я вас рад слышать, Игорь. Добрый день. Спасибо вам большое за передачу. Спасибо, что слушаете. Короткий вопрос. Планирую приобрести Рено Колиос. Ух ты. Но сильно смущает вариатор. Что вы можете сказать про его дежность? Ну, вообще про машину. Эта машина вам известна под названием Nissan X-Trail, но на всякий случай ее назвали Рено Колиос. В принципе, это одно и то же. Если бы она называлась Nissan Колиос, стояла бы очередь. Поскольку она называется Рено, то слово Рено многих отпугивает. И именно из-за этого машину можно, в общем-то, купить. По движкам много интересных вариантов. По вариаторам, да, тот самый, в том числе, вариатор. Вот двигатель 2.5 плюс вариатор. Это пара, прославившаяся на X-Trail своей капризностью. И у вариатора было много проблем. Но чем отличалась дилерская сеть Рено от Nissan? Тем, что Nissan вытирала в клиента ноги и говорил, пошел ты, сам дурак. А реношники говорили, ну да, мы понимаем, это гарантийный случай. Потому что если у вариатора какие-то проблемы, конечно, мы его поменяем. Меняли в сборе. По гарантии. И Кулиус в этом отношении выигрывает у X-Trail. В принципе, он выигрывает у него по всему. Потому что он не хуже и во многом даже лучше. По комплектации он интереснее. По лояльности дилерской сети он мне нравится больше. За Кулиусом косяков никаких нет. Внешность на любителя. На мой взгляд, они зря сделали вот этот нынешний рестайлинг. Раньше, по-моему, машина была интереснее. Ну, ничего страшного. По ходам подвески, по геометрической проходимости, по способности этого автомобиля. Как-то более-менее адекватно вести себя на нашем русском среднем асфальтированном бездорожье. Нормально. Нормально. Вот какие-то серьезные экстремальные внедорожные подвиги нет. Ни к чему. Не для этой машины. Но сам по себе Кулиус очень неплох. Спасибо большое. Вы, в принципе, ведь из чего-то другого выбирали. Вы же не только на Кулиус пришли. То есть какой-то у вас был подбор автомобилей. Был, конечно. Было Гранд Витара. Потом Форестер. Потом Аутлендер. А почему Гранд Витару вы не рассматриваете? Знаете, как-то хочется больше комфорта, что ли. Вот у Кулиуса у него, я думаю, комфорта побольше. При этом и шумоизоляция лучше. У Гранд Витара есть очень большой плюс. Единственный плюс, которого нет у всех остальных его одноклассников, это понижайка в раздатке, превращающая его в внедорожник. Поэтому, если вам нужно будет куда-то всерьез, Гранд Витара позволит. Нет, я отдаю себе отчет про Гранд Витару. То есть я долго не присматривался, потому что сейчас езжу на Сузуки. Ну, СX-4 седан. Понятно. По всему меня она устраивает, имеется в виду надежность. То, что я поднимаю под этим. Поэтому я рассматривал сначала. Ну, вот что-то просто захотелось больше. Сменить формат. Все правильно, потому что, к сожалению, у Сузуки есть такая родовая особенность. Они очень любят примитив. А рыношники в этом отношении молодцы. Они взяли на корейской базе японские заморочки и адекватно оформили их во что-то французское. Алексей, здравствуйте. Алло, Алексей. Алло. Да, здрасте. Здравствуйте. Говорите. Сергей Степанович, давно слушаю вашу передачу и на Финаме, и на предыдущую вашей радиостанции. Недавно столкнулся с огромной трагедией. Не моей трагедией, трагедией людей. Вот, 8 мая, накануне Дня Победы, в вечернее время, молодой парень, 20-летний, врезался на огромной скорости, 140 км в час, на девятке, в полевальную машину. И, вместе с собой, угробил двух девчонок молодых. Ну, угробил, не угробил, так уж получилось. Это Кристина Саухина и Елена Дороничева. Вот, обе в тяжелом состоянии были доставлены в различные московские больницы. Кристина Саухина сейчас лежит в коме, в реанимации, в городе Сонцево, ну, рядом с Киевским шоссе, это Москва сейчас, в больницу номер 17. Елена Дороничева доставлена в Первоградскую больницу, где ей предстоит сложнейшая операция на позвоночнике, на руке, то есть у нее огромные переломы. Собственно, суть моего звонка в том, что я общался с родителями этих девчонок, а, естественно, родители растеряны, они не могут быстро предпринять необходимые меры. С Кристиной там вообще все очень сложно, она нуждается в грамотных врачах, в нейрохирургах, которых, к сожалению, в этой больнице нет, там даже отделения такого нет. Нужны контакты нейрохирургов, нужна любая консультационная помощь, которая поможет этим молодым девчонкам прийти в себя, просто выжить, наконец. Вот, собственно, поэтому я вам звоню, Сергей Степанович. Ну, рассчитывать больше не в кого, а как на старого друга вам звонят. А правовая помощь нужна какая-то? Я думаю, что правовая помощь, наверное, возможно, возможно, тоже нужна. И сейчас я не готов сказать, что эмоционально так. Но речь идет о том, что вот Кристину нужно просто перевезти из больницы, в которой нет тематического врача, в больницу, где он бы находился. Совершенно верно, совершенно верно, да. У матери совершенно нет, я так понимаю, если есть средства, вот мы знакомые, свидетели аварии, просто случайные люди. Я на себя на работе собрал средства, отдал матери Кристину, я надеюсь, они и помогут. Но я думаю, что помочь некому, там отца нет у девчонки. Перевод идет по медицинским показаниям, а не по кошельку жертвы. И если нет тематического специалиста, то тот врач, который его ведет, просто обязан в данном случае оформить этот перевод, если она транспортабельна. И это требует, на самом деле, просто разговора кого-то из ответственных взрослых людей с лечащим врачом, который ее ведет. Который занимается непосредственно Кристиной, потому что она приписана какому-то лечащему врачу. И поскольку нужный, квалифицированный на том уровне, на котором необходима помощь, оказана быть не может в условиях этого стационара, соответственно, врач обязан принять все меры и перевести ее в другой стационар. Другой стационар, это в том числе и Первая Градская, и Склифф, потому что в Склиффе как раз они все есть. И это вопрос согласования на уровне врачей. Здесь не нужны деньги, здесь нужен просто разговор, в крайнем случае, на уровне главврача. Вы знаете, я, наверное, пытался даже, вот лично сегодня звонил и в Боткинскую больницу, врачам, и в Измайловский неврологический центр, и у нас был выход на Бурденко. То есть все, что мы могли с зав. отделением, мы разговаривали. Там очень сложная ситуация, вот, неоднозначная. И нужны, видимо, какие-то, я не врач, я не могу сказать, но нужны специалисты, которые могли бы приехать и посмотреть. Вот. Любая помощь, которую могут радиослушатели, и вы лично оказать, вот, может быть, правовая, она будет полезна, уместна здесь. Контакты родителям я могу дать. Давайте так, вот сейчас на параллельной линии у нас находится Виктор Травин. Вить, ты слышал весь наш разговор? Да, добрый вечер, друзья мои. Конечно, ситуация такая, просто трошь проста, и кому-нибудь подавидую, девочкам особенно. Кстати, если чем-то можем, мы помочь наше юридическое правовое сообщество. Разумеется, эта история бы готова подключиться. Потому что в таких ситуациях, в правилах, почему-то считают, что... Ну, я так понимаю, там погиб, да еще и сам тот, кто за рулем сидел, да, то есть предполагаемый виновник, или неправильно обсуждал обстановку. Нет, он погиб, конечно же, 140 км в час, и поливалка... Понятно, понятно. Ну, в таких ситуациях обычно боятся, что недолго его будут, что называется, отмазывать. Да. Ну, когда он погиб, я думаю, что здесь такой темы просто, в принципе, быть не может. Ну, в любом случае, если нужно, как сказать, квалифицировать юридическую помощь, здесь помощь нужна у нас, если адвоката, то, наверное, чем-то мы сможем помочь. Я думаю, что с элитонами моего все легко получить инвестиции ваши. И здесь, наверное, еще нужна будет какая-то помощь по делу о возмещении, может быть, вреда причиненного, может быть, иных каких-то выплат потерпевшим, пострадавшим, и кто будет визнан таковыми. Понятно, что это теперь процедура не на один день, не на один, может быть, даже месяц и год. И в ней надо будет, конечно же, разбираясь, помогать или разобраться и помочь им в итоге, чтобы все остались, ну, хотя бы, ну, хотя бы при своих каких-то, хотя бы моральных компенсациях, потому что никак не реальные компенсации. Ну, Вить, конечно, знаешь, о компенсации вот такого плана сейчас говорить все равно не приходится. Скажи, а вот мы с тобой, с нашими журналистскими связями можем помочь организовать перевод из вот этой больницы без нейрохирургического отделения в больницу, имеющую тематического специалиста. Как тебе кажется, мы можем за это взяться? Да, разумеется, конечно, достаточно будет письма от редакции с проспой оказать помощь. Дело взято под контроль редакции или редакция следит за тем, что происходит в рамках этого дела. Поэтому просим оказать помощь и комиссию в переводе в другую больницу. Я думаю, что вопрос не нужно решать, скажем, в основном пещерном учреждении. Вопрос нужно решать в департаменте здравоохранения. Если перевод состоится из Московской области в больницу Московской области, значит, решать нужно вопрос с департаментом здравоохранения Москвы. Если мы пытаемся перевести в департаменте больницы Московской области в Московскую больницу, где предстоит, что это лучше, тогда нужно вопрос решать, чем в департаменте здравоохранения. Как правило, в таких ситуациях идут навстречу, особенно в этом подключается не только журналистское, не только правовое и юридическое общество, но еще и журналистское, то есть, серьезно, он будет с тобой подключить. Вить, тогда так, поскольку у нас, к сожалению, линия связи оборвалась с Алексеем, Алексей, найдите меня в соцсетях, я есть в Одноклассниках, я есть ВКонтакте, и мы с Виктором Травиным постараемся помочь Кристине и решить этот вопрос как-то. Вить, спасибо тебе. Сколько горя на самом деле мы умеем себе и другим доставить всего-навсего при помощи автомобиля. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вашу передачу, очень нравится, хотя не часто попадаю. Очень хотелось у вас спросить, мы уже, наверное, год мучаемся с вопросом, нам нужна машина, мы ездим на маленький, а для работы нужно что-то побольше. И желательно, чтобы был перекрыт кузов, чтобы сзади можно было что-то пахучее возить. То есть вам нужен фургон специальный или вам нужен отдельный кузов? Вот мы рассматривали и грузовые фургончики, и грузовые коммерческие машины разных моделей, и вот тип пикапов, несколько пикапов. Мне почему-то понравился Л-200, а муж почему-то сопротивляет. А вы всякую, простите, Елена, вы вонючку свою возите объемной, или она по принципу клопа? Небольшая, но очень ароматная в широком спектре? Она и ароматная в нехорошем отношении, и достаточно иной раз большая. То есть вам нужен, на самом деле, аналог газели, просто с цельнометаллической кабиной на четырех человек минимум? 57 подходит, мне нужно, чтобы было 4-5 человек в машине, и именно закрыт был кузов. А грузоподъемность играет роль, или только объем? Грузоподъемность сильно роли не играет. Но объем при этом большой, вот эта штуковина ароматная. Да, объем, она должна быть не меньше метра в высоту. То есть пикап, в принципе, подходит, но лучше было бы что-нибудь иное. Или пикапа достаточно, и это спор между вами и мужем? Пикап, мы просто не можем определиться, я прошу пикап, он говорит, что это достаточно дорогостоящая машина. Конечно, любая машина дорогая. Вы дешевую машину когда последний раз видели? Нет, просто по расходу бензина, по всему, вот я поэтому не могу, честно говоря. Пикап L200 это самая расходующая меньше всех на свете машина с дизельным двигателем. Более экономичную, чем L200, вы не найдете, даже если специально зададитесь целью. И если экономия топлива для вас является одной из важнейших характеристик автомобиля, то L200 превзойти вам будет невозможно. Потому что L200 под нагрузкой ест 9 литров солярки на 100 километров. Это очень хороший помощник по хозяйству. Новости. У нас с вами еще целый вагон времени для того, чтобы хорошо поговорить. 65-65-10-99-6 сообщение с сайта. Не очень молодой автолюбитель хочет недорогую иномарку для поездок исключительно на дачу и недалекую Подмосковье с недорогим обслуживанием, малым расходом бензина и большим вниманием к моей программе. Иномарка, которая ничего не ест и производит только сплошной доход безо всяких расходов, в принципе, пока не изобретена, несмотря на то, что за границей нас опережает. Но, в принципе, машина, на которой можно не разориться подходящая для поездок исключительно на дачу называется Renault Duster. Сейчас у Renault Duster очень неплохой потенциал. Его производят там, где надо, те, кому надо. Через какое-то время будет перенастройка оборудования. Вполне возможно, что вот с Автофрамоса переведут производство Логана и, соответственно, все линейки логановской на Автоваз, после чего можно будет поставить крест на этой машине. И мы не знаем, как это скажется на производстве именно Duster, потому что будет план по валу, нужно будет удовлетворить рынок. Рынок наш очень остро нуждается в Duster. Duster пришелся невероятно ко двору, очень грамотная машина. И у нее что, бензиновый мотор, вплоть до того, что двухлитровый, нормально себя ведет. И у нее есть дизель. И дизель тоже очень достойна по расходу топлива. На ручке эта штука замечательная. Она проедет по очень серьезному даже нашему русскому проселку. Поэтому, в принципе, наверное, вот под те параметры, которые вы хотите, продавец некий максимализм, чтобы совсем было хорошо. Совсем хорошо не получится. Тем более, не забывайте, что у Рено у них такая немножечко озлобленная позиция по отношению к клиенту. Они считают необходимым ободрать любого. Поэтому Рено один из немногих официальных дилеров, кто требует отдельные деньги за доставку автомобиля. Причем, даже если он везет на соседнюю улицу, вот здесь завод, а за кустом находится дилер, то даже у этого дилера все равно требование оплатить доставку. Эта доставка очень напоминает доставку, ну, наверное, на Титанике. То есть, дорого. А если машина, например, продает автофрамос куда-нибудь на Дальний Восток, о-о-о, там нужно еще очень много доплатить. По-моему, это скотство, но это скотство это официальная политика бренда Рено. То есть, Рено знает, что они в этом отношении удостоились нелестных эпитетов населения и считает это нормальным. Потому что, а если кому не нравится, то пусть едет на Жигулях. Так считает Рено. По крайней мере, я официальный запрос им дал, они мне официальный ответ дали именно в такой тональности, что а нахрен все остальные, ну, все козлы. Еще один вопрос по поводу трейлблейзера. Машина в данном случае рассматривается в качестве семейного автомобиля. Конечно, разная семья у всех. Тут я бы еще, если семья нуждается именно в этом автомобиле, рекомендовал бы люк в крыше, турель и хороший какой-нибудь ДШК. Но сам по себе агрегат достоин во всем, кроме эклектичной цены на фоне салона. Салон этой машины он выпилен лобзиком из единого куска пластмассы. Эта технология лет, наверное, 50 тому назад очень даже неплохо себя оправдывала, в том числе в автопроме. На сегодняшний день это позорище. Но железоанекдот замечательно. Машина рамная. У нее хороший дизель 2,8. В сочетании с автоматом едет это очень адекватно. Вот Сосан Шпикуленко сейчас буквально вернулся из Армении и катался там именно на этом аппарате. В полном восторге. Тем более лазили по горам, лазили по серьезным буеракам, по такому хорошему бездорожью. Слякоти не нашли. Блокировка у машины одна, только по центру блокируется. Ну, посмотрим, может, через какое-то время будет еще нормальная блокировка всего остального. Очень хочется, чтобы была какая-нибудь опциональная блокировка заднего дифференциала. Алексей, здравствуйте, вы дождались. Здравствуйте, Сергей. Очень рад вас слушать и что-то звонился. Можно вопрос, ожидается ли рестайлинг Audi Q5 и BMW X3 в этом году или в начале следующего? Если да, что он из себя будет представлять? А X3, он новый, ему два года. Его еще рано переделал. Другое дело, что он мало отличается от предыдущего X3, поэтому их не очень отличишь. И для того, чтобы найти три отличия, нужно, чтобы они рядом стояли. Q5 тоже достаточно свежая машина. И вот ничего не сказано по поводу того, что ожидается рестайлинг. Они даже не заявляют его на Франкфурт. Я думаю, что у ХЗ, наверное, еще года два точно без рестайлинга, с тихими доделками. Там, потому что шикарный мотор оказался в 2,5 и в 3,0 бензиновые. Очень хорошо у них коленвал лопается в районе первого цилиндра. Просто чувствуешь настоящее немецкое качество BMW. А Q5, ну, у него там практически все болезни уже позади. Он в пору расцвета вошел и этим состоянием надо насладиться еще буквально пару лет. А потом уже просить с вас деньги, чтобы вы оплатили все эти их мучения над ошибками. Говорят, его в Калуге будут выпускать? Q5, я уверен. Да, будут, но крупноузловым методом. То есть наш пролетариат, который, как известно, не косячит и обеспечивает немецкое качество в Калуге и японское качество по всей остальной стране, он будет накачивать шины, протирать фары. Когда только-только первые Audi шли у нас по крупноузловой сборке, был такой период, потом его закрыли и сейчас его пытаются опять вернуть, то я видел площадку несобранной продукции, там не хватало бамперов на машинах. Даже колеса и фары были. То есть русский пролетарий будет допущен к прикручиванию бампера. Вот если это все, ну, вы можете себе представить, это будет нормальный Q5. Понятно. Большое спасибо, Сергей. Спасибо вам, Алексей. Еще Алексей, здравствуйте. Больше Алексеев хороших... Сегодня нормальный автомобильный разговор. Сегодня практически все Алексеи дозвонились. Это же здорово. Я согласен с вами целиком полностью, Сергей. Вопрос от соборовода со стажем. Третий Subaru в семье. Думаю о четвертом, но как-то сомневаюсь. Может быть, стоит пора уже подумать о немцах. Езжу на аутбеке предыдущего поколения. Соответственно, нужен универсал с большим просветом, с полным приводом. Вот у нас первый Алексей, который открывал сегодня парад Алексеев, он задумывался о как раз третьем ребенке. а у вас третий Subaru. А четвертый. Один Алексей другого опережает, но если первый Алексей уже все определил для себя, то вы пока еще думаете о легкой супружеской измене. От японки к немки. Это тоже правильно. А из немцев вы кого можете в аналог подобрать? Ведь там, по большому счету, никого нету. Вот, чтобы с дорожным просветом. Passat Airtrack. Ну и что у него? Он тихо скребущий пузом по земле, обклеенный пластмассой с чуть-чуть более дорогим ценником. Это то же самое, как Audi H6 Allroad. Первая шестерка была действительно Allroad. Она была повыше, она была классно сделана. А дальше они решили, что пижоном пижонова, а кроссовером кроссоверова. Поэтому, собственно, и разразился вот этот фейерверк всяких Q3, Q5, Q7 и так далее. И, соответственно, Touareg, Tiguan. И все вот эти низко придавленные жизнью машины к асфальту, которые пытаются изобразить из себя покорители бездорожья, но они уступают вашим аутбекам любым. То есть ни с какого боку. Либо вы тогда уходите к китайцам и говорите, китайцы, пожалуйста, пожалуйста, ну не убивайте последнюю Вольву, она же еще недавно была шведом. И там у вас какой-нибудь Хосе 70, который один из последних на горизонте ярких таких вот всполохов бывшего таланта Вольво. Вот это аппарат, да, действительно. С одной стороны легковушка, с другой стороны, вы же помните, тем более, как начиналось это состязание. Первый аутбек Субаровский, он как раз впрямую получил конкурента кросс-кантри Вольво. И так все-таки они вцепившись зубами в одеяло с разных сторон, по сей пору продолжают его легкое перетягивание. Хотя, конечно, понимаю, что оба уже сытые, оба уже наелись пружинных матрасов, уже перья отплевывают, потому что надоело перетягивать одеяло. Но, тем не менее, на одну и ту же тему вот сочинение в одной и той же школе. У аутбека оно чуть более внедорожное, у Вольво оно такое чуть более комфортабельное. Но вот здесь будет, что называется, прямая линия. Вы с одного автомобиля, способного к чему-то, пересаживаетесь на другой. А если вы уходите на Passat или там на Audi, то на первой же кочке вы цепляете чем-нибудь там жизненно важным снизу, говорите ой, зажмурившись, и после этого... Боже, зачем я продал аутбек? Да, где мой любимый в мелкую дырочку проржавевший насквозь аутбек. Как мне без него тяжело. Аутбек ржавеет потихонечку у вас по аркам задним? Не, никаким образом. Еще свеженький, бодр и весел. А что там с трубками кондиционера по радиатору все нормально? Да. Замечательно. Удивление. Машина вообще никаких проблем не заставляет, езжу, наслаждаю все. А моторчик какой у вашего? 2,5 на механике. Ух ты! С жаечкой. Ух ты! Не, Алексей, не на что менять. Либо вы уходите в джиповодство оголтелое и уже таскаете на себе раму, мосты неразрезные и прочее железо. Либо вы еще пока... Знаете, вот первый Алексей сказал, что 3 ребенка достаточно. И Алексей у нас в финале практически закрывающий программу. Ну, третий аутбек, третий субар. Достаточно. Достаточно. Стабильность это признак мастерства. Спасибо большое, Сергей. Вы не обрадовали успехов. Я на этой марке. Правильно. Не на что менять. Оставайтесь. Сергей, моя тезка в финале. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер, Сергей. Не могли бы вы немножечко просветить по поводу Соляриса и его коробочке автомат. Просто рассматривая возможность приобретения данного автомобиля, хотел бы определить, какой двигатель и насчет надежности автомата. Автомат у него неплох. Он у него четырехступенчатый, оставшийся из 19 века. Ну, когда еще корейцы только-только учились летать в космос, делать сейлки-вейлки и, соответственно, автомобили. И лучше всего с мотором 1.6, потому что некую технологическую отсталость этого четырехступенчатого автомата двигатель 1.6 нивелирует наиболее надежно. В целом, автомобиль с провокацией на Формулу-1. Почти гоночный. Бойтесь его в этом отношении, потому что добра не доведет. Если присидеться к этому аппарату, он раскрывается всем своим потенциалом. Машина очень хорошая. Машина одна из лучших на нашем рынке. Да, ценник опять потихонечку блещет неадекватом. Двигатель 1.6, автомат и все опции, на какие хватит денег, потому что чем машина лучше? Машина тем лучше, чем больше в ней сервисных удовольствий для водителя. USB-шный порт приятно. Там что-то они говорили про подогрев руля в этом классе автомобиля не свойственный, не виданный. Замечательно. И в результате вы получите машину, с которой будет жалко расставаться. Хотя на механике 1.6 это совсем гоночная машина. Ну, просто рассматриваю автомат из-за того, что... Ну, понятно из-за чего. Я тоже из-за этого люблю автомат. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok